сейчас загружу тогда фотографии буду постепенно сейчас я хотел бы знаете как не знаю если получится я бы хотел наоборот сейчас очень много и стонали говорится очень много логики очень много информации разные это включено сейчас бы хотел чтобы она была притушена то есть чтобы а те у кого не было этого опыта но кому это интересно понять вообще про что это может не знаю когда то вы решитесь на такой опыт или наоборот почувствуете что он для вас важен и ценен да то есть я никого ни в чем-то не убеждаю никого ни к чему не принуждаю просто делюсь своим опытом я тогда сейчас можно поставлю просто музыку постараюсь такое немножко изменен состояние войти чтобы просто передать саму атмосферу и возможно через меня и через те фотографии которые я буду показывать это почувствуете то есть давайте вот так попробуем значит час я включу соответственно меня два телефона на втором извиняюсь я раз включу просто музыку карос это обычно такие шаманские песнопения как раз традиционная для региона перу когда они поют вот во время церемонии и может это нам поможет настройки я очень надеюсь вот кстати маски какой чули выглядят и все это они видят можно сказать во время пьетных церемоний и потом просто передают вам сказать в своих произведениях искусства сейчас секунда так максимально стараюсь логику выключить просто как бы передавать описание описание и переживание по возможности это она включилась сейчас карос а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В вагон метро, в котором я ехал, зашел старик. Этот старик постоянно находился спиной ко мне. А вот, ну, то есть я бы не сказал, что прямо это там какая-то копия Дона Хуана спустилась. Я не думаю, что это Дон Хуана, но это что-то такое из арктипического сюжета. И, ну, скажем так, я просто чувствую иногда, когда что-то такое особенное, оно энергетически по-другому просто чувствуется. Я просто молча сидел и наблюдал его. То есть он зашел и ехал в последние три остановки в вагоне, ну и потом, соответственно, ушел. Когда мы, значит, ехали до последней станции обсерватории, то я, значит, вышел. Я думал, что меня тут же подберут. Но не тут-то было, это все растянулось на полтора часа, потому что я находился и нахожусь в Мексике. Мексика отличается тем, что в отличие от там западноевропейской цивилизации или американской, но мексиканцы сами по себе по-другому устроены совсем. То есть для них, скажем так, планирование, структура не так важно по сравнению с их какими-то личными коннекшенами, отношениями. То есть это такая иррациональная нация. Поэтому я просто... Самое смешное, что мне приходилось стоять на дороге и не сесть на остановку автобуса. А мне говорили, я сейчас подъеду, я сейчас подъезжаю через 15 минут. Но в итоге мы только через полтора часа встретились. То есть я прям понимал, какое-то испытание для моего эго. И вообще у меня было такое ощущение, что я могу никуда сегодня не уехать. То есть могу просто даже на этой начальной стадии такое как бы испытание не пройти. Потому что мое эго, конечно, было, можно сказать, взбешено, дезориентировано. Потому что я еще не понимал, где меня будут забирать. Несмотря на то, что я выслал все фотографии, место, остановки. Но просто женщина, Карина конкретно, она же не водитель. И она даже, может быть, не совсем не знала название этих улиц. Потому что из выхода из метро там несколько выходов. Можно на одну улицу, вы видите, потом на другую. Но я в какой-то момент почувствовал, что мне просто нужно притормозить свое эго. Не беситься. И просто, скажем так, расслабиться. И оно само случится, как-то выведет меня, поможет пространство. Если я сам все не испорчу. Ну, так и вышло. То есть, в итоге мы как-то договорились. Там один человек проехал меня, не смог забрать из компании, потом второй. Но в итоге они меня дождались. Я просто потом вернулся, перешел через станцию метро в другую сторону. В общем, короче, в итоге меня забрали. Мы ехали в таком типа минивейне, что ли. И там было пятеро взрослых и двое детей. И мы приехали, довольно долго ехали. Потому что это были в субботу вечер. Не знаю почему, там очень много трафика было. Такие пробки, скажем так, были. Но это уже непонятно почему. Выезжая из Мехико, пробки, тем не менее, в штате в самом. Но это все равно, как в Московской области, на пробки какие-то наткнутся, уже на расстоянии от города. И приехали в итоге в одно место. Вот такая светила луна. По-моему, была полная луна. Надо проверить, или почти полная. Я не помню, 16 октября это день полнолуни или рядом с ним. Такая, в общем, мрачноватая была атмосфера. И вот, так сказать, место, это типа, знаете, типа вот как кусок земли. Это даже не поселения никакие. Это кусок земли, где в одном месте построено несколько строений. Ну, порядка, наверное, 10 домов. Домики все разные, большие, большие, поменьше. И они так более-менее окружают некоторую центральную поляну. То есть, я так понимаю, что те, кто в шаманизме, они просто здесь строились раньше и сейчас проводят свои ретриты. Это такое чисто шаманское место для ретритов. То есть, там несколько таких, как бы, капсул, что ли, да, или, так сказать, бань для темоскаля, отдельно домик для этих самых всяких массажных практик. И люди уже были собраны, потому что мы приехали одни из последних, они сидели кружком. То есть, все были мексиканцы. Мне, как бы, нормально было блиться, потому что мой испанский довольно такой еще не простой. То есть, у меня свободный английский, но испанский, как бы, я все его изучаю, но медленно идет пока изучение. Но, поскольку я уже в среде живу давно, то они, когда со мной говорят, они поправку никакую не делают. Они говорят так же, как сами с собой говорят. Очень, как я сейчас говорю, они бы точно так же со мной были на испанском. Но я не понимаю, как я все основные смыслы считываю из этого потока. То есть, я не знаю слов, что ли, да, или я, или латинские корни помогают. В общем, я их понимаю, хотя сказать могу гораздо меньше, чем они могут менять. Вот, и, ну, там вот это вот было, значит, был круг, мне дали палатку, у них был, значит, алтарь уже построенный. Вот, и, естественно, люди все со своими ведерками, с рулами бумаги, они прямо рядом с ним сидят, лежат у них. Потому что после принятия айуаски два действия основного организма. Либо через какое-то время тебя начинает очень сильно тошнить, и ты ее выплевываешь, либо ты бежишь в туалет, у тебя происходит диарея, и тебе нужно быстро ее вывести, ну, вторым способом. Вот, поэтому они с ведерками и с этими самыми, с рулонами бумаги, у каждого сволка. Значит, сам, ну, вот это вот пространство, которое нас окружало, огонь и не зажигали. Фактически, как бы первое, наверное, полчаса или час, это такая процедура, которая направлена на то, чтобы шаманы, согласные к шаманским канонам, выстроили пространство для этого ритуала. То есть, я не первый раз в таком участвую, поэтому, ну, было все понятно, то есть, когда идет поклонение этим сторонам света, четыре стороны света у них, потом земля и небо, вот, то есть, по всем направлениям. Вот, потом отдельно приветствуешь, там, духов этого места, приветствуешь духов предков и духа огня, потому что огонь, он такой, скажем так, он просто соединяет все эти противоречия как-то на границе. То есть, как бы, дает этим силам как-то, ну, сдерживает центральное нечто, что удерживает равновесие разных сил, ну, в том числе, разных сил направлений. Вот мы стоим как раз, когда мы смотрим на восток, а вот, значит, в этой группе примерно шеи человек, а не организаторы. То есть, имеется в виду, вот, есть мужчина, который такой седовластый, он вообще уже такой, я не знаю, сколько ему лет, 65-70, наверное, вот, он поддерживал огонь всю ночь. Его сын, у его сына девушка, ну, они все такие, как бы, шаманистые все, вот, и мужчина, который седовластый, я так понимаю, он просто живет здесь, хозяин этого места, либо живет в одном из домов просто. Вот, вот, и дал эту территорию для этого ретрита. Вот, и, помимо него, еще примерно три или четыре разных шаманов. Либо те, которые изучают шаманизм с какими-то шаманскими способностями. Вот, и плюс еще человека два, наверное, те, которые, ну, как-то, видимо, давно этим интересуются, они просто помогают. То есть, допустим, обладают радиационную чистку, которую они делают от тонких тел, да, до принятия аюазки. Делали ребятам, ну, лет, наверное, 25-30, вот, делали, кстати, хорошо. И вообще, как команда, они работали просто на уран. На уран, на мой взгляд, очень четко и, ну, грамотно, я бы так сказал. Вот, это мы стоим, соответственно, готовимся к самой церемонии. Соответственно, потом происходит церемония. Во время церемонии есть возможность принять до трех доза аюазки. То есть, первая принимается в 10 примерно часов вечера. Действовать она начинает примерно через полчаса. И эффект действия может быть от 4 часов до там, до 8-9. Вот, соответственно, вторая доза принимается. Они все смотрят, они мониторят этих, которые шаманы. Они не каждому предлагают, но если они считают, что нужно идти дальше, то они предлагают вторую дозу. И она происходит примерно в районе пол первой или часа ночи. И третья, соответственно, в 3 часа ночи. Вот. Это их алтарь выстроенный. Вот это их оциллокум написано. Значит, сейчас расскажу о том, как это все происходило. То есть, соответственно, мы потом в очередь выстроились. Приняли, значит, первую дозу аюазки. Вернулись на свои места. Вот эти шаманы, которые, ну или шаманская группа, они стали ходить вокруг нас в такое трансовое состояние. Как бы водить такие же песни Икарос или другие какие-то разговорного типа практики, когда они постоянно что-то о чем-то говорили. Вот. Использовать трещотка в большом количестве. Иногда бубен. Вот. И это все как-то способствовало расслаблению, погружению. Вот просто, ну, тому, чтобы этот контакт случился. Вот. У меня начало происходить все довольно быстро. То есть, я буквально сидел прямо, и я вдруг почувствовал, что я начинаю расслабляться. Как-то ментально расслабляться. И я просто лег и запутался в этот самый, в одеяло. У меня было одеяло с собой. Буквально, наверное, через полчаса после того, как первая доза была принята. И не знаю почему. Вот в моем случае мне было очень важно не терять контакт с теми, кто вокруг меня ходит. Возможно, для дополнительной какой-то защиты, не знаю, уверенности, что я нахожусь перед защитой или еще что-то. То есть, я вот намеренно, буквально, так лег, чтобы у меня контакт глаз не пропадал. Интересно было то, что другие потом полностью расслабляются, как бы закрывают глаза и там засыпают, в эти трипы уходят. У меня практически всегда глаза были открыты. То есть, на протяжении вообще всего трипа мне что-то, такое интересное, сложное сочетание. С одной стороны, действительно, начинаю видеть картинки. Вот они как здесь, например, на этой фотографии запрошены. То есть, появляются какие-то узоры, какие-то символы. А это все вот прямо такое очень подвижное и очень цветное. То есть, я уже делился, рассказывал, что у меня там проблема определенная в детстве была. Когда меня атаковала собака, и потом, значит, с открытыми глазами я спал, а потом, наоборот, меня заговорила колдунья, ну, там, знахарка, и зрительная память у меня пропала. Вот здесь было очень удивительно. Я видел очень яркие визуальные картинки. То есть, это лишнее доказательство для меня того, что в моем опыте, а в какой-то как бы как отдельной территории моей психики собираются все зрительные образы. Их много, и это прямо целый огромный живой мир. Но я каким-то образом либо забываю эти образы, когда выхожу из этой комнаты, либо, наоборот, не вхожу и не касаюсь как-то этих образов. Я не знаю, у меня на границе входа в эту комнату какая-то блокировка есть, достается вот с детства. А здесь очень все визуально было ярко и подвижно. И уникально для меня было то, что я абсолютно все осознавал. То есть, я все осознавал, и не просто осознавал, я мог в этом участвовать. То есть, во время самой же церемонии есть как бы, есть два варианта, как у меня было. Либо пассивно наблюдать, просто расслабиться, и оно само идет, тебе что-то показывает, с тобой связанное. Либо с тем, что тебе показывают, еще и вступать в некоторый контакт. Не знаю, другие, у которых опыт такой был, пытаются ли на контакт, на какой-то выходить. Я активно очень пытался использовать вот все это каждый час этого времени, потому что я понимал, что мне посылается какая-то информация, лично со мной напрямую связанная, мне до конца может быть непонятная. Я могу лучше понять вообще, как все устроено, как все закручено. Вот, поэтому я не гнушался контактированию. У меня довольно быстро, я улетел на уровень, какие-то фрагменты, эпизоды, ну, из истории моей семьи поднимались, из истории моих родителей. У меня очень много, поднимался образ моей матери, причем мамы, когда ей было лет 16-17. То есть конкретно поднимались те фотографии, которые у меня где-то на задорках памяти. С ней связаны цветные такие старые фотографии. Вот. И довольно быстро я вдруг стал ощущать холод. То есть я не просто стал ощущать холод, мне вдруг стало становиться все холоднее и холоднее. Я прямо тому, кто из шаманской группы проходил, я прямо ему говорю, что становится холодно. И становится все более и более холодно. Но они как-то визуально видят, энергетически видимо, состояние. То есть, ну, там не так важно, что я там им говорю, а состояние они мониторят. Вот. И интересно то, что в этот момент, вот когда только мы, как только я начал, значит, можно сказать, погружаться в этот трип, вдруг начался мелкий. Сначала дождь, а потом он все стал усиливаться и усиливаться. У меня было такое ощущение, что вообще, ну, не то, что я там скажу с ума, что этот дождь я вызвал, и мне вообще нужен этот дождь, и мне нужен этот дождь вообще на всю эту ночь. То есть, когда я смотрел прогноз, там было показано, что в этой области мелкий дождь в течение получаса. На самом деле получилось, что он усиливался и усиливался. В итоге они нас накрыли такими через час, такими алюминиевыми, как бы, не алюминиевые, я не знаю, какие-то такие пластины, потому что мы начинали все вымокать до нитки, скажем так. Вот мы находились под проливным дождем, и действительно начинало холодать, то есть температура сейчас, ну, днем, днем, как бы, я не знаю, здесь, наверное, днем, наверное, плюс 28, ну, там, когда лежишь, может быть, ночью в среднем, ну, плюс 16, может быть, да, но в эту ночь, она, как намеренно, такая получилась, очень холодная, то есть, я не знаю, выскольки падала температура, но мне кажется, что до градусов 10, наверное, до 8. вот, и у меня пошла такая реакция, очень странная у организма, я вдруг начал, как сказать, трястись, то есть, я чувствовал холод, чувствовал, значит, что мое тело выбирает, хочет трястись, и оно трясется, я могу усилим воли из эго на время остановить эту тряску, но это бесполезно, то есть, вот приходит, как будто бы, есть какая-то сила, которая проходит через мое тело, мое тело пропускает ее полностью, не сопротивляется, и у силы так много энергии, что я могу трястись, и у меня, ну, не переставая, и у меня, скажем так, не иссякают силы при этом, вот, они все это мониторили, значит, потом ко мне подошел парень, и он, ну, то есть, иногда вот просто, они так, так сказать, кто-то подошел, положил руку на мою спину, ну, возможно, в качестве поддержки, или еще чего-то, либо считать информацию, потом, значит, убирает руку, отходит, вот, то есть, они видят, что я нахожусь в таком стабильном состоянии, все, что я делаю, я трясусь, вот, то есть, я трясся, трясся, вот, и где-то, может быть, через час такой тряски, он вдруг подошел ко мне и спрашивает, типа, начал со мной немножко говорить, говорит, как ты себя чувствуешь, холодно ли тебе на самом деле, я говорю, ну, мне холодно, и очень холодно, но это не, не внешняя температура, в смысле, это не связано с тем, что температура сейчас упала, а он говорит, это, говорит, это внутренний холод, и это часть твоего процесса, ну, который ты переживаешь, и у меня это очень отозвалось, то есть, я вдруг понял, что это какой-то процесс, в котором я нахожусь, а я не знаю, о чем этот процесс, где начало, или где конец, но он со мной как-то лично связан, и он тогда мне говорит, я тебе рекомендую принять вторую дозу АСКИ, ну, как бы углубиться в этот процесс, вот, и, ну, я согласился, сопротивляться не стал, и, значит, где-то это, видимо, уже час, часа полтора, наверное, прошло, он принес вторую, вторую, соответственно, дозу, я ее выпил, и у меня пошли воспоминания, связанные с матерью, очень плотно, то есть, конкретно мама, то, что, я вообще сначала подумал, что может быть не так холодно, потому что я вот перехожу на эти состояния, ну, с чем связан холод? Холод обычно ассоциативно так связан, то, что смерть, да, смерть, страна там мертвых, эти мертвые ходоки, скажем так, на севере за стеной, это все страна холода, да, и почему-то я погрузился в те воспоминания, которые, возможно, в которых моя мама старалась нас, детей защитить, потому что у меня родители, дети, войны, они родились в 1939 году, и конкретно, когда мама родилась, то есть, война началась, ей было два года, и ее папу, то есть, она младшая дочь в семье, шестой ребенок, забрали, то есть, моего дедушку, его забрали на фронт, и буквально он пропал без вести в первый же год, и бабушка осталась с шестеро детей, причем возраста, вот маме два года, потом там четыре, шесть, девять, и только одна старшая сестра, которая была 16, вот, и, ну, в общем, короче, как они там выживали, все это было, как это было все тяжело, это вот шло образами, и я пытался с образами говорить, в том числе с образом моей мамы, много, и этот дождь, он все усиливался, то есть, дождь стал такой просто ливень, просто реально ливень, и тогда они стали поднимать, я имею в виду, эти шаманские группы, эти, ну, какие-то, как-то, я не знаю, пласты чего-то, вот, чем они нас укрывали, и сортировать, то есть, как бы, часть людей, они, они остались в спальниках, либо ушли в палатку, а вот такие, скажем так, пограничники, с которым, ну, которые, наверное, можно отнести меня, они нас переместили на веранду, там было, всего на рекрите было, наверное, человек 35, да, а нас, вот таких вот пограничников, может быть, человек 7, 6 или 7 человек, под веранду, под наблюдение, они, значит, переместили, то есть, они, скажем так, перетащили, это такой дом, сбоку открытая веранда, и вот они там, Выстроили такое как бы место, лежаки, мы лежали буквально рядом друг с другом, вот, и они старались нас мониторить, вот, значит, у меня, я довольно быстро почувствовал, что как бы, а, я когда проходил мимо людей, когда они подняли, такое интересное состояние, что ты, с одной стороны, частичность осознаешь, но и очень частично контролируешь свои передвижения, действия, то есть имеется в виду, что движение тела контролируешь, может быть, процентов на 20 или на 25, то есть нужно, в идеале нужно идти, чтобы тебя кто-то поддерживал, потому что, ну, не можешь рассчитать прямо шаг или еще что-то, особенно если там какая-то горка или еще что-то, но, с другой стороны, вот, я, например, был полностью в сознании, я все понимал, очень четко, ясно понимал, нигде не терял ничего, но не контролировал свое тело, оно как будто бы мне не принадлежало, оно принадлежало вот этому, энергии этой, айуаски, процесс которой всю эту ночь проходил. И когда мы на веранду поднимались, вот эти вот, как бы, пограничники, так называемые, то было видно, как много людей, они, у них рвотный рефлекс идет, то есть очень сильная, как бы, рвота у других людей, у меня рвоты не было вообще, то есть даже позывов или каких-то, скажем, пополновений, то есть, можно сказать, я эту смесь принял, полностью пропустил через себя, принял все, что она мне предлагает, как некоторый опыт, и вот погружался в него. То есть, когда я на веранду поднялся, значит, соответственно, первый раз у меня был позыв, значит, сходить в туалет, я быстро тоже с поддержкой сходил в туалет, было интересно наблюдать то, что когда, вот, ну, там такой, как бы, домик на улице, да, там с унитазом, все нормально, то есть вот, ну, интересно было наблюдать, что когда ты выходишь из этой туалетной комнаты, а, как бы, маленький коридор, там стоят такие свечи, что, ну, люди, когда заходят туда, чтобы они там нигде там не упали, не запнулись, чтобы было видно, и все. И вот, несмотря на то, что это была сплошная такая темень ночь, да, то есть это уже было час ночи где-то, если ты, вот, в тайне темноты смотришь там, то ничего не видно, а вот когда ты находишь, видишь эти вот подсветку, которая в этом туалетном домике, то прямо видно, как течет энергия, то есть эта вот подсветка от свеч, она дает такое минимум ощущение, что, ну, освещение, что видно, как в пространстве прямо растекаются флюиды, вот эти вот энергетические, я так немножко был в шоке, потому что, ну, в обычной реальности, когда у нас эго так сильно, ну, влияет на наше восприятие сознания, мы, ну, разве только те, кто постоянно практикует деконцентрацию, могут что-то подобное увидеть, то есть мир, он реально живой, состоит из энергии, эта энергия, она прямо растекается, вот эти вот линии энергетические, какие-то потоки, я прямо когда вышел даже, ну, мужчине, который меня провожал, я прямо говорю, смотри, говорю, смотри, как она течет на эту энергию, вот, и потом вернулся, значит, на веранду, и я уже понял, что такого сильного, как бы, давления на меня не будет, потому что фактически я часть айуаски уже вывел из себя, я остаюсь все равно под ее воздействием, но как бы ее во мне меньше, вот, и я просто отдался этому процессу, и получилась такая вещь странная, что фактически на протяжении всей ночи я находился в одном перманентном состоянии, то есть я находился в состоянии холода и постоянной тряски, они ко мне подходили периодически, разные люди, спрашивали, ну, как ты себя чувствуешь, типа, что с тобой происходит, я говорю, все хорошо, говорят, у меня какой-то внутренний процесс, вот, но я постоянно трясся, то есть постоянно, то есть я мог там на секунду, например, замереть, ну, не больше, а потом опять мое тело, буквально оно все тряслось, особенно легко поддавалась вся нижняя часть тела, начиная где-то там от груди, вот, весь низ, то есть таз, ноги, вот, вообще, они все ходили, как бы, ходуном, и интересно было наблюдать, что, как бы, такое было ощущение, что, вот, я не знаю, как другие это расскажут про свой трип, что вообще все, что я сейчас вижу и переживаю, это как декорации для меня, лично для меня созданные, то есть, например, я лежал, и они попытались, поскольку веранда открытая, натянуть какие-то такие парусины, что ли, какую-то, да, чтобы это пространство наше ограничить, вот, и я просто видел, как эти паруса раздуваются и летят на меня, то есть с самого края лежал, да, они буквально как паруса, на меня долетая практически до моего лица, прямо вот такой вот, ну, я не могу это объяснить, то есть это огромное что-то, которое летит на тебя, так мягко и плавно, потом назад, и вот эта вот, скажем так, щель между этими двумя, там, допустим, парусинами, которые висела, она настолько была узкая, там, 20 сантиметров, наверное, между ними, то есть, где один кусок и другого, и когда один парус летел, она как бы открывалась, эта щель увеличилась, и вот из этой щелины меня смотрела луна, я даже, когда смотрел на нее, я такой понимал, как такое вообще может быть, потому что луна буквально два часа назад находилась прямо противоположной стороны, вот где мы фотографировали, ну, где мы стояли, подношения, да, делали этим предкам, там, с тем направлением, то луна была строго на востоке, а я головой лежал, потом строго на запад, смотрел на запад, и эта луна, и это не глюк мне оказалось, это вообще реальная луна, абсолютно, и она выглядывала в этой щели, прямо вот между парусами, и прямо вот светила мне, я причем понимал, как луна может на 180 градусов за два часа из одного места перейти в другое, то есть, это очень интересный такой феномен, можно, кстати, потом будет даже астрономически мне проверить, в какое время, в какие часы, где луна там находилась в этот момент, вот, но в итоге, как бы по факту, то, что я пытался разговаривать со своей матерью, узнавать вообще, о чем она мечтала в ее, когда ей было там 16-17 лет, я видел, что образы, от образа, вернее, образы не идут от этого образа, то есть, в какой-то момент я понял, что это часть истории, ну, а моя мать, это не страхи моей матери, это нечто, связанное со мной лично. Просто она, как часть пазла, но это не ее история, это моя история, вот, все, что происходило. Так, сейчас покажу. Вот эти вот линии, вот такого типа, вот где здесь, вот это глубоватое, вот это вот все, оно, ну, только ночью было видно. Вот такого я не видел, чтобы такая голова была, похоже было вот на такое, то есть, какие-то геометрические узоры, которые увеличиваются, уменьшаются, вообще, там, это и более сложные могли быть какие-то и люди реально, которых я знаю, всплывают, но это больше похоже. Значит, получилось, что всю ночь где-то примерно нас разбудили в 7 утра или в полвосьмого утра, вот, я просто был вот в этом одном ферманентном состоянии, то есть, я постоянно бился в этой втряске, как бы в это, и с открытыми глазами, то есть, я закрывал иногда глаза, на самом деле, мне хотелось их держать открытыми, то есть, я наблюдал за шаманской группой, как они проходили, как они там били в трещотки, хорошо очень, кстати, работали, то есть, допустим, они в какой-то момент, видимо, они почувствовали, что такие, как бы, люди с какими-то тяжелыми там состояниями, некоторые из нас, то есть, одна девочка там плакала постоянно, там, на протяжении многих часов, там, о чем-то рассказывая о своем, о какой-то истории рода, вот, парень из этой группы один, он вышел за пределы этого пространства, то есть, видимо, границы какие-то они выстроили, то есть, где мы лежали, и он такие звуки сдавал, ну, такие тревожные, неприятные, за границами этой веранды, как раз, наоборот, может, где-то усиливая, сублимируя, вот, напряжение, ну, у каждого свое из нас было напряжение, но мы их проводили, вот, и, значит, под утро, я, просто, когда ко мне подходили, я сказал, что со мной все нормально, я знаю, что эта тряска пройдет, как только кончатся действия Айуаски, ну, то есть, это часть этого процесса, ну, так оно и вышло, где-то уже под утро, там, семь по восьмого утра, я, когда мы тут, вот, они разожгли огонь, костер, значит, и когда я стоял, я уже так немного только ноги тряслись, но они все успокаивались, все больше и больше, соответственно, там была обратная связь, они собирали обратную связь, и вот к этому я вернусь чуть попозже, а вот в кругу мы стоим, видно, что очень сильно посветлело небо, все, то есть, буквально все прочистилось, потому что дождь лил всю ночь, с, где-то с 11 вечера до, как раз до 6 утра, которого не должно было быть вообще, вот, и, значит, здесь обратную связь, они собирают после этого, значит, вот так уже это выглядит утром, и после этого, вот эта общая фотка, вот, значит, сейчас покажу мою шаманку, шаманка, вот она, видите, вот сидящая слева, вторая в очках, это черногологоя шаманка, я черноголовых считываю, вот, ну, нормально у меня с ней контакт, самый слева стоящий мужчина бородатый с белой бородой, вот как раз он поддерживал огонь, и здесь, если посмотреть, очень много ребят, которые, человек 6, наверное, особенно справа, вот все ребята, которые стоят справа, сидят двое, и вверху стоят двое, они как раз, шаманская группа, они, ну, отвечали за безопасность, поддерживали, сопровождали процесс, значит, я на обратной связи рассказал все, что со мной происходило, и после этого был Тимаскаль, Тимаскаль, это, как бы, шаманская баня, последняя картинка сейчас, значит, в нем мы просто, там, заползаешься, на корячках, там, в трусах, в такой, как бы, ну, крытое нечто, куда приносят, значит, куски угля, я так понимаю, вот, и, ну, там поются пения, в общем, этот Тимаскаль прошел неплохо, но, в принципе, я знаю, что я до этого проходил Тимаскаль и другие, где именно в соответствии со всеми их традициями, где именно задействованы силы направления, именно спириты, духи, направлений, вот, где не просто уголь, как бы, на нее льется вода, а все это утекает еще внутри земли, такой, как желобканал, правильно выстроенный Тимаскаль, сложно выстроенный, там, конечно, гораздо более мощно, если ты проводит какой-то, прямо жрец, шаман какой-то, там нас проводил, там, конечно, жрец у Целопочли, это все был суперский Тимаскаль, но тут это далеко, это нужно ехать от Мехико до Тула-де-Альенде, и от Тула-де-Альенде еще со своим шаманом мы ехали, ну, где-то час, наверное, или чуть больше, углубляясь в горные массивы штата Идальго, вот, здесь они провели, ну, в соответствии с тем, как они могут и хотят, естественно, они очень, как бы, ребята энергетически вкладывались в это, было хорошо, но я знаю, что это не такой, не самый крутой, не самый настоящий, согласно традициям и простроению Тимаскаль, но, в принципе, он очень хорош после такой нагрузки, это психическая нагрузка, вот, процедура ЮАСКИ, и мы, можно сказать, так сказать, помылись, почистились, и это было здорово. Значит, сейчас очень кратенько про оставшуюся фотографию покажу. Сейчас. Потом перейдем к вопросам, если будут вопросы. Значит, часто я на стоп поставлю. Продолжение следует... Продолжение следует...